Чё он тебе сказал-то, этот твой ротный или чё там? Ничего, мы его охраняли тут дня три. Вчера 25 парней увезли с нашей роты, там половина отказалась. Сейчас ещё 13 человек нас добавляют и всё, везут. Так на передок везут-то? Да. А, в комендатуру? А из-за того, что они отказались навевать в комендатуру их повезли? Да. А тебя куда повезут? Меня повезут на передок, 13 человек. А ты мне отказался, да? Нет. Малиш главная за меня, поняла? Всё хорошо. Конечно, конечно, я вообще тут всё думала, что тут пи***. У тебя и нету ни телефона, ничего. Знаешь, как я тут обосралась? У меня даже ногу клинануло, видать, этот. Ну, вот как спина-то у меня болит с нервов. Нормально. Ужас. Я думаю, я тебя никогда не найду. Ваня, ради Бога, никому особо не доверяй вот так, как этому Лёне. Не открывайся, ничего такого не рассказывай. И этот, береги себя, самое главное. Будьте командой, но как-то аккуратно, чтобы этот. И как-то вас, наверное, не могут вот так вот без обучения. Ты, б***ь, не умеешь ничего. Как вот он бросит-то? Вообще не представляю даже себе. У меня прям в голове не укладывается. Как, до чего вы там будете делать? Вот я тебя... Лёня-то этот? Мы, когда... Вот он мне в пятницу позвонил, б***ь, меня довёл до этого, б***ь, что у вас там всех разбомбили, никого живых не осталось, я же говорил, б***ь, лучше пойдём сядем в тюрьму. И вот это всё мне начал говорить, я тут с ума сходил, б***ь, весь этот. Ну, короче, этот... Но он ещё там. Хотя ещё в четверг или в среду он сказал, что я выезжаю. А в пятницу звонил, он ещё там сидел. Про него-то этот родный ничего не говорит, его в розыск объявили, ничего не сказал. Да. Он объявил всё. Объявили, да, всё-таки? Да. Ну, б***ь ему, б***ь. А тебя-то он как бы всё настроен нормально, что ты пришёл, б***ь, всё там туда-сюда-сюда. Нормально, он всё, б***ь проебал, что проёбал.